Псалом 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 В первой главе 4 стих он отделил свет от тьмы. Шестым стихом воду от воды отделил. Первая глава 14 стих отделил светило большие для дня и светило меньше для ночи, луну и солнце. Отделил. Господь, давая закон, отделяет одно от другого. И, конечно, во второй главе Бытия 3 стих написано. А он отделил седьмой день от прочих дней, осветил его и сказал, он святой этот день, отделяет одно от другого. 11 глава Левит. Господь показывает народу израильскому скот, который чистый, птица, который чистый и нечистый, чтобы народ знал, как отличать чистый от нечистого. Не просто дает законы, которые непонятные, а он говорит, я хочу, чтобы вы это знали, чтобы вы это могли определить. Это чистые животные или нечистые? 20 глава Левита. Я хочу прочитать очень сильное слово. В 20 главе с 24 стиха здесь говорит Господь такие слова. «И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь ваш, который отделил вас от всех народов». Да, это Израиль говорит. Но он говорит, я отделил вас от прочих народов. «Отличайте скот чистый от нечистого, птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей, и всем присмыкающимся в земле, что отличил я, я как нечистый». Вот Господь говорит, я вас отделил от прочих народов, но и скот отделил, и птицу отделил, чистый и нечистый. Не оскверняйте души ваши, не оскверняйте души ваши. Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь. «И я отделил вас от народов, чтобы вы были Моими». Так Господь говорил к Израилю. Конечно, жизнь шла, проходили времена, проходили разные ситуации в Израиле, и мы можем посмотреть, а всегда ли Израиль соблюдал это? Всегда ли это было ему возможно соблюдать? Если мы посмотрим Исайя, 65 глава, 24 стих, это очень показывает, что Исайя жил, когда еще не было вавилонского плена, когда еще Господь, так сказать, благоволил к Израилю, но с Израилем случилось другое. Здесь именно показывает Исайя, что происходило в Израиле не все правильно. 24 стих, 65 главы. Я неправильное место записал. Ну, в 66 главе, которую мы читали в среду, здесь, и говорится, тоже едят мерзкое, которое не должны были кушать, не должны употреблять в пищу. И это употреблялось в Израиле, и Господь показывает Израилю через Исайю, что они нарушают это. 64-е Езекииле говорит священникам, что они должны удавленное, умершее, мертвечину, никакую употреблять не должны. Но это происходило. А посмотрите, когда они попали в плен вавилонский, что было с Израилем? Если мы открываем книгу Тавита, то в книге Тавита сказано, что Тавит пишет, что в дом все колено ело, ело нечистое, осквернялось. А я хранил себя. И Господь говорит, что за то, что я хранил, братья ели с ней эти язычки, когда попали в плен, а я, думаю, не ел. И Господь явил милость только из-за того, что Тавит хранил себя. И вот эту страницу, которую я показал, это 400 лет прошло. 400 лет прошло между книгой Малахии до книги Матфея. И жили люди, зная закон, зная закон, соблюдая его, но нелегко было его соблюдать. Книга Маковейская нам показывает, что находились такие цари, которые заставляли, заставляли нарушать Израиль. Заставляли есть свиное мясо, которое они не ели, они хранили, они знали заповедь. А цари заставляли. Я бы советовал именно 9 главу 2 книги Маковейской, не 9, а 6 главу книги Маковейской. Это особая глава для старцев. Для старцев там показывается, что был такой старец Елеазар. 90 лет прожил. И вот ему заставляет есть свиное мясо. Но они так дружелюбно подошли к нему и говорят с уважением к нему, и говорят, слушай, мы тебя уважаем. Ты сам приготовь пищу, которую можно кушать. И поешь, выйди на люди. Он говорит, чтобы старца в лицемерии и свести в меня в погибель, лицемерие достоин смерти. Говорит, я достоин смерти. Я лучше умру, но я не сделаю. Апостол Павел говорит, ничего, ничего буду делать, чтобы соблазнять брата. Вот Елеазар сказал, лучше умру. Но чтобы никто не сказал после моей смерти. Молодые поколения, чтобы не сказали, что старец – это еда запрещенная. Конечно, его умертвили. В этой главе мы можем старшие взять в себе пример, что Леазар остался верен Господу, но показал добрый пример для нас, старших, даже если будет и смерть. Лучше смерть, нежели послужить соблазном для молодых. Он именно эту фразу говорит, чтобы молодое поколение не сказало, что старец Леазар ел. А если посмотреть седьмую главу, седьмую главу Маковейской, это особая глава, это особая глава для нас, родителей, у кого есть дети. Вот мать схвачена, за отца не написано, а сказано, мать схвачена семи сыновьями. Семь сыновей все разные, старший, младший, младший, младший. Вот схватили их и заставляют есть. Какое вот время они жили, какое страшное время было. Царь заставляет публично есть свиное мясо израильтян, которые знают закон, которые твердо стоят в этом. И почитайте дома, вот кто имеет детей. Соберите детей своих, почитайте эту главу слух, порассуждайте, как стоял народ твердо, как они твердо держались то, что Господь запретил. И они все умирают. Там, конечно, очень сильное слово есть, которое писатель пишет эту седьмую главу. Он пишет, какая мужественная была мать. На ее глазах сдирают кожу с головы детей, отрезают руки, отрезают ноги, отрезают язык. А мать это все видит мужественным сердцем. И каждого сына подкрепляет, чтобы я тебя приобрела в вечности. Это сильное сердце, сильная мать. Посмотрите, какие слова говорит последнему сыну, последнему сыну, который стоит перед своим мучителем и который говорит, я тебе все отдам, я тебя сделаю великим, если ты согласишься. И говорит матери, поговори с ним. Поговори с ним, чтобы он согласился. Остальных уже сыновей умертвели. Посмотрите, какие слова здесь пишется. Вторая Маковейская, седьмая глава с 20 стиха. Наиболее же достойна удивлению и славной памяти мать, которая, видя, как семь ее сыновей умертвлены в течение одного дня, благодушно перенося это в надежде на Господа, исполняя из доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужским духом, она поощряла каждого из них на отеческом языке и говорила им, я не знаю, как вы явились во чреве моем. Я не дала вам дыхание и жизнь. Не мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека, устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание в жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы. А антиохцахар, он наоборот, жестче и жестче поступает всем каждым, когда видит, что его власть здесь не сильно ничего сделать. Посмотрите, здесь последнее дитя, которое осталось последнее, какой здесь разговор идет. После многих убеждений из 26 стиха, она согласилась уговаривать сына последнего, наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отеческом языке, сын, жалься надо мною, которая 9 месяцев носила тебя в очреве, 3 года питала тебя молоком, вскормила и вырастила, и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и на землю, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог. И ничего, что так произошло, род человеческий, не страшись этого убийства, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими. Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал, чего вы ожидаете? Я не слушаюсь повеления царя, я повинуюсь повелению закону, данного отцам нашим через Моисея. Ты же изобретатель всех зол для евреев, не избежишь рук Божьих. Мы страдаем за свои грехи, если для вразумления и наказания нашего живый Господь прогневался на нас на малое время, то опять умилосердится над рабами своими. Ты же нечестивый, преступивший из всех людей, не возносись напрасно, насмехаясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов Его. Ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всесильного Бога. Братья наши претерпели ныне краткое мучение, по закону Божию получат жизнь вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю душу и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы Он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что Он есть един Бог. И чтобы на мне и на братьев моих окончился гнев всемогущего, праведного, постигший весь род наш. Это так сказал юноша, самый меньший, которого мать увесевала, что лучше умереть, но потом воскреснуть с братьями. И он здесь сказал, ты, мучитель, не избежал еще сюда. Действительно, если посмотреть дальше, в 9 главе описывается, что постигло этого царя. Господь действительно его поразил такой болезнью, что он от мук кричал и молился. Молился, признавая величие, но милости уже Господь к нему не проявил. Он в муках так и закончил свою жизнь, этот царь. Сегодня мы можем увидеть, что многие, знавшие закон о чистой пище, они хранили себя. Не все смогли, конечно, не все, но мы сегодня говорим и о нас. Мы о нас говорим. Мы хотим увидеть, а как нам жить сегодня, как нам сегодня поступать. И вот вопрос к родителям. Вот эта мать нашла в себе мужественный дух, чтобы сыновьям своим говорить, что лучше умереть, чтобы не оскверниться от этой нечистой пищи. Какие слова сегодня мы можем сказать своим детям, что дети, мы живем сегодня такое время, что тоже есть нечистое, тоже есть то, что нельзя употреблять в пищу, то, что нельзя пить, что нельзя пить, что сказать им, что нельзя есть нельзя, что куда нельзя ходить, надо, чтобы не осквернились наши дети. Какие слова сегодня нам, родителям, говорить нашим детям, чтобы они это поняли. Конечно, мы только можем открыть им слово и сказать по слову. А в слове написано, Господь не дал сверх сил, но написал то слово, которое мы можем исполнить, можем хранить себя. Сегодня очень продуктов, конечно, очень предостаточно, очень много. И, конечно, мы имеем прекрасную возможность сегодня открыть компьютер, прочитать, и, имея, конечно, английский язык, очень много узнать, а какой продукт, с чего сделан. В эту среду, я прошу молодежь, особенно молодежь, кто знает английский язык, придите в среду на собрание. Придите, вы увидите, сколько продуктов, покажут слайды, которые именно сегодня можно употреблять, а которые нельзя. Это очень важно. Очень важно. Посмотрите Коринфянам. Апостол Павел приводит такие примеры, что 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стих, «Вы – тело Христово». Он показывает, что Церковь Иисуса Христа, она является телом. Телом. Мы члены друг к другу, а тело являемся как бы Иисусом Христом. И вот Иисус свое тело, Он хранил, не осквернялся, никакого греха не было в нем. А мы, если Его тело, а мы оскверняемся пищей. Как это? Тело будет свято? Посмотрите, Ефесянам, 5 глава, 26 стих, «Чтобы церковь была свята и непорочна». Апостол Павел показывает, что Церковь, она является телом Иисуса Христа. И Церковь должна свята и непорочна. А если Церковь употребляет недозволенное, делает недозволенное, что не свято, что не чисто, а Господь сказал, «Я свят, и вы будьте святы». И это не раньше было, это сегодня. Ефесянам, 1 глава, 22 стих, здесь апостол Павел тоже показывает на Церковь, показывает на Иисуса Христа, что Господь сделал для Иисуса. «И все покорил под ноги Его», то есть речь идет об Иисусе, «и поставил Его выше всего главою Церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Иисус, то, что Он сохранил Себя, то, что Он святой был, непорочный, не имея никакого пятна и порока, никакого греха, никакой лести не было в Него, Его поставил превыше всего телом Церкви. «А вы тело», говорит апостол, и говорит, «будьте святы». И это не о ком-то, это о нас. Мы являемся Церковью, мы являемся телом Иисуса Христа, а тело должно быть свято, беспятное и порока. Есть о чем подумать сегодня. Есть увидеть свое состояние, увидеть, мы в среду касались, что об лука, в чистоте сердца, о пороках сердца, это тоже на своем месте. Вот у Елиазара, у него получилось такое, когда предлагали ему нечистую пищу, но ты сам сделай ее, с чистой свари, но выйди к народу и покушай. Он говорит, в этом лицемерии, чтобы отхернить сердце, есть чистое, но сердце-то осквернится, лукавство будет, лицемерие будет. И посмотрите, когда вот это происходит, нарушение питания оскверняется и тело, и сердце, потому что лукавство приходит. Открыто, может кто-то и не будет есть, как было в одни Маковейских, открыто, публично заставлять, просто в рот, как говорится, в рот заставляли, ложили свининое мясо. А он плевал. Но сегодня мы можем пойти просто в ресторан, не исследовав, что там готовится и употреблять, оскверняется и тело, и сердце, внутренность. Но Господь поможет нам сегодня увидеть, увидеть себя. Посмотрите, Матфея, Иисус говорит такие слова, не бойтесь убивающие тело, но души же ничего могуще сделать, а бойтесь того, кто может и душу, и тело вергнуть. и душу, и тело вернуть гиену. А кто будет в гиене? Мы в откровении можем увидеть, в гиене будет огненный зверь и лжепророк, которых вернет Господь. Пусть Господь поможет нам сегодня быть очень внимательным. Окружающий нас мир сегодня предлагает много. Да и братья есть, которые находятся, которые предлагают, что можно сегодня все. Но это не так. А скверняется тело именно пищей. Конечно, оно скверняется еще блудом и лукавством. Но сегодня мы говорим о пище нашей, которую мы кушаем. И когда наши дети идут в школу, когда идут они в город, что они кушают? Что мы научим? Что мы научим? И ответственность ложится, конечно, даже не на церкви, а на родителях. Вот эта мать, она не сказала, что священники неправильно учили. Она не сказала, что так священник сказал. Она сказала, это закон Божий. И говорит, дитя, я хочу тебя увидеть, когда ты воскреснешь с братьями твоими. Конечно, после этой жестокой смерти сыновей своих, там написано, и кончилась и мать, потому что мать также убили. Вот такое было злое время. Сегодня время мы живем, конечно, другое. но искушение или осквернение оно не закончилось, но продолжается. И многие люди, не задумываясь о пище, оскверняются. Особенно, когда не знают Писания. Потому что в Писании есть моменты, когда мы можем один стих взять из Писания и истолковать совсем по-другому. Но если посмотреть в контексте, вот взять апостола Павла, он написал целое письмо церкви Ефесской. И он написал, вот как я прочитал один стишок, вот тело, тело Христово. Он написал целое письмо. И он знал состояние Ефесской церкви, и он знал, в чем они нуждаются. В какой поддержке он им должен написать, чтобы они держались свято, непорочно. И пусть Господь нам сегодня поможет, нам, живущим в Портленде в 21 веке, увидеть, что Господь, когда говорил о чистой и нечистых животных, о птице чистой и нечистой, вот не говорил он только, когда будете жить в Израиле. Он сказал, от начала отделил, отделил день от других дней, отделил чистый и нечистый скот, и птицу нечистую и чистую, и говорит, чтобы вы знали, не оскверняйтесь этим, не прикасайтесь к некоторым вещам, он говорит, даже не прикасайтесь, а если что-то случится, прикоснулся. Во время войны, когда был страшный голод, страшный, люди пухли от голода, умирали от голода, в Казахстане очень много было черепах, знаете, да, дети, что такое черепах? Вот их ловили и варили и кушали, но верующие люди никогда умирали, но никогда не брали, а многие просто искали черепах, варили их, ели, голод заставлял их, потому что ничего не было, есть не было, продукты очень было сложно найти, но верующие люди не осквернялись, никогда не опускались на такую низменность. Пусть Господь поможет нам увидеть, что сегодня мы живем благополучи, но святость, святость осталась она, и мы сегодня должны в изобилии всего хранить себя, хранить себя, не оскверняться. В Откровении 20 глава 10 стих здесь именно показывает, что Господь будет наказывать, будет наказывать тех, которые не сохранили себя, не сохранили. А дьявол, прелечающий их извержен в озеро огненное серое, где звери жил же пророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков. Вот Иисус сказал в гиене огненной вот туда не попадайте, бойтесь того, кто может и душу, и тело вернуть в гиену огненную, а не бойтесь, кто убьет, не бойтесь, если вас за закон будут судить или убивать даже, а бойтесь того, кто и душу, и тело, то есть бойтесь Бога, заповеди его соблюдайте. И пусть Господь поможет нам, поможет нам увидеть сегодняшнее состояние нашей церкви, нашего дома, моей души, вашей души. Чем мы предстанем пред Господом? Сохранили мы себя, зная закон, зная закон, и, конечно, одиннадцатая глава, левит, я бы сказал, чтобы мы, родители, могли чаще читать детям своим, особенно, если дети маленькие. Покажите разницу, вот Господь сказал, вот это чистое, а вот это нечистое, вот это можно, а вот это нельзя. С детства, вот этих, мать вот этих детей училась с детства. Посмотрите на Даниила, попадает в плен юноша и говорит, я не буду эту пищу кушать от царского стола, чтобы не оскверниться, не того, что он пренебрегает царем или вавилонским пленом, а чтобы не оскверниться, я буду овощами питаться, овощами питаться, но чтобы не оскверниться. Пусть у нас это будет цель, чтобы не оскверниться. Давайте мы сейчас помолимся, но я приглашаю всех, всю молодежь, придите, это очень важно в среду на собрании, Очень важно для нашей жизни, для вашей жизни, чтобы вы, придя в магазин, могли увидеть, а это можно кушать? А это вообще покупать можно? А можно ее назвать это пищей или нельзя? Сегодня очень много добавок в пищу добавляется, которые нельзя употреблять. И если это там есть, все, не прикасайтесь к этому, не берите это. И пусть Господь нам сегодня поможет. А в среду мы ждем вас всех на собрании. Аминь. Склоним колени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok